Что делать, если банк отказывается в выдаче справки о закрытии кредита? С вами традиционно юрист-эксперт Евгений Корсакин. Итак, справка о том, что кредит полностью закрыт, является официальным свидетельством того, что заемщик исполнил все обязательства по кредитному договору и не имеет задолженности перед банком. Данный документ не ограничивается простой формальностью и может оказаться полезным в случае, когда заемщик решит в дальнейшем воспользоваться кредитом другого банка. Дело в том, что информация о закрытии кредита в бюро кредитных историй может поступить и значительно позже. А справка об отсутствии задолженности в этом случае будет подтверждением, что у заемщика отсутствует дополнительная кредитная нагрузка. В каких случаях банк может отказать в выдаче справки? Причины для этого отказа в получении справки о закрытии кредита могут быть самыми разными. Как правило, это связано с корпоративной политикой конкретных финансовых учреждений. Например, заемщик, осуществляя ежемесячные выплаты согласно договору, может быть уверен в том, что у него не имеется какой-либо задолженности перед банком. Однако при более детальном изучении кредитного договора могут обнаружиться дополнительные платежи в виде процентов, которые не были учтены в начале. К сожалению, подобные спорные моменты возникают довольно часто и имеют место быть в любом банке. Решать такие ситуации помогает статья 408 Гражданского кодекса, регламентирующая порядок закрытия кредитного договора. На основании указанной статьи банк обязан предоставить заемщику справку установленного образца. В том, что взятые финансовые обязательства перед банком им исполнены в полном объеме. Как действовать заемщику, если банк отказывает в выдаче справки погашения долга? Обычные кредитные учреждения выдают своим клиентам справки о том, что у тех отсутствует задолженность по кредиту, и финансовые обязательства ими были выполнены. Когда банк отказывает по какой-либо причине предоставить своему клиенту данный документ, то заемщику необходимо обратиться к руководству банка, написав соответствующее заявление. Также нужно удостовериться, что заявление принято к рассмотрению, и получить официальную отметку. Процесс рассмотрения заявления может занять от нескольких рабочих дней до одного месяца. Если за это время от банка не поступило ответа, клиент вправе обратиться с жалобой в Центральный банк России, а также на основании ст. 408 Гражданского кодекса составить заявление в суд для разрешения сложившейся спорной ситуации. Спасибо за внимание! Если видео было полезным, жмите ваши лайки, оформляйте подписку на канал и до новых встреч! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok